Ребят, всем привет! Вы наклонили криптофилы, меня зовут Коля и сегодня мы с вами поговорим о безопасности. Когда-то я уже в своем телеграм-канале рассказывал, как меня взламывали, уводили кучу денег, уводили также все мои монетки лаучпадов, все мои монетки с фарминга. Та история меня научила реально тому, что всегда нужно прокачивать безопасность. И даже аппаратных кошельков иногда может не хватать и нужно себя обезопасить вдвойне, втройне, в 4, в 5, в 10 раз, но не хочется терять свои деньги на пустом месте, из-за какой-то фишинговой ссылки, из-за неправильного адреса или еще чего-то. И я с каждым разом пытаюсь прокачать свои знания по безопасности. Мы вам уже рассказывали, где-то я не тебя пробую, про сервисы дебанк и так далее. Но сегодня я наткнулся на один интересный сервис под названием Gnosis Safe. Я его достаточно плотно изучал и считаю, что это реально пушка для обеспечения безопасности своих средств. И хочу сегодня более подробно рассказать про этот сервис, сделать небольшой обзор и также полностью рассказать про функционал данного сервиса. Почему вообще мы можем верить в сервису Gnosis? Потому что у нас тут очень крутые бекеры. То есть изначально сервис был создан для сохранения средств и для вообще операций финансовых внутри DAO. И его сервисом пользуется достаточно большой список DAO. То есть мы видим тут очень топовых ребят там OneInch, Ava, Uniswap, Absushi, Amstable, Polygon, Sunbox, то есть Lida, Balancer. То есть DIA. Очень известные проекты, DAO очень известных проектов реально пользуются данным сервисом для того, чтобы как-то проводить операции финансовые и контролировать свои финансовые расходы и доходы. И принимать вместе решения. Но также вот мы видим, что в 3D-бекерах у нас есть Consensus, ENS, ETH Hub, тот же самый Balancer, OneInch, Ava, SushiSwap и Zaryon. То есть ребята очень про шайные в дете. Просто одни из лучших на рынке. И поэтому данному сервису я доверяю. Он вообще на рынке 2015 года. Разработка была ввелась с 2015 года. По-моему листинг был в 2018 году монетки. Монетки очень хорошая история у их монетки. Gnosis на CoinMarketCap, если хотите, можете глянуть. Также то, что касается безопасности. Мы видим, что вообще в Gnosis хранится именно в долларах 107 миллиардов. То есть вы хранили еще в Gnosis, хранится 107 миллиардов. Поэтому данному сервису я склоняюсь доверять. Также внутри Gnosis есть очень хорошая инфографика по статистике хранения средств. То есть мы видим, что тут 59 миллиардов залоченных USD и USD. То есть она не залочена, а лежит именно на Gnosis в сейфах в USD. То, что касается эфир, мы понимаем, что по статистике около 2 миллионов эфиров сейчас лежит на сейфах, на аккаунтах. И интересно, что даже можно отслеживать кошельки, которые являются крупнейшими холдерами. Вот сейф-адрес. То есть это адрес сейфов крупнейших. И мы видим, что тут реально очень много крупных холдеров. И вот тут, допустим, представлен список из 25 крупнейших. И у самого крупного на балансе 320 тысяч эфиров. Это очень большие средства. И я вспомню тому, что если уж такие большие ребята доверяют сервису, то они уж наверняка протестировали его на нюжность. Еще раз хотелось бы отметить, что Gnosis создает решение на облучение 2016 года. И за это время не было ни одной проблемы со взломами, ни одной громкой и скандальной истории. То есть Gnosis уже заслужил достаточно хорошую опутацию в криптосообществе. И неудивительно, что на 25 крупнейших кошельках в Gnosis хранится более чем 1,5 миллиона эфиров. И эквивалент этому практически 90 миллиардов долларов. Плюс еще мы знаем, что внутри их команды есть ребята-представители консенсуса. То есть SEO или вообще ко-фаундер консенсуса, который был плотным партнером Бутерина, когда они разрабатывали эфир. То есть ребята очень-очень престижные и очень узнаваемые в крипте. Поэтому данному сервису я доверяю. То есть теперь мы посмотрели, проанализировали уровень доверия сервису. Давайте теперь перейдем именно к анализу тех услуг и того сервиса, которые они предоставляют для DAO. И как вы вообще можете этот сервис использовать, если вы не DAO, а просто хотите обезопасить свои средства. Давайте перейдем к самому интересному и создадим хранилище в Gnosis. Открываем их приложение. Я специально это буду делать в браузере Brave. У меня тут уже подготовлены кошельки. Будем создавать хранилище. В принципе можно добавить уже существующее хранилище, но как у нас его нет. Будем создавать новое. Можем подключить любую из данных кошельков. То есть через Wallet Connect. Можем подключить какие-то децентрализованные эпки. Леджер, Coinbase, Wallet, Rezor, Keystone. То есть вариантов масса. Я буду использовать просто стандартный металл. Вот у меня есть кошелек, который я специально создавал. У меня три кошелька, из которых будем создавать хранилище. Подключим сейчас первый. Просит поменять сеть на сеть эфира. Я сейчас поменяю на сеть эфира, но в итоге я смогу вот тут поменять также на сеть BSC. Перейдем дальше. Нужно назвать как хранилище. И смотрите, сразу же учитывайте, что вот мы создаем хранилище Gnosis. И так и Gnosis, так как мы выбрали Binance Smart Chain, то это хранилище будет существовать только на Binance Smart Chain. Если мы отправим какие-то средства на эфире, то эти средства не дойдут. Назовем допустим вот BNB. BNB Save. BNB Save. Пойдем дальше. Также можем бить тех именно владельцев, ну и даже участников данного хранилища. Это кошельки, которые нужно будет использовать для подтверждения транзакции. То есть если допустим у меня есть там DAO из 10 человек, то я сюда вбиваю 10 человек. Именно их кошельки, и они должны будут подтверждать каждую транзакцию, которая будет происходить внутри Gnosis хранилища. Это так называемая функция multisignature, то есть мультиподписи. Давайте owner тут будет Bob. К примеру, сюда запишем, не знаю, Алиса. Возьмем второй кошель, который у меня вот тут есть. его будем использовать. Вот я вбил допустим 3 имени, Bob, Alice и Jack. То есть эти имена вы можете использовать, если у вас там есть DAO, и именно по именам вбивать кошельки. Но также вы можете, к примеру, назвать допустим, кошельки 123, что в моем случае, потому что я это использую не для DAO, а конкретно для себя. Для себя я это буду делать для того, чтобы хранить в хранилище свои средства и при этом подтверждать с трех разных кошельков. То есть допустим, у меня будет кошелек Ledger, с которым я буду подвержать непосредственно Ledger каждую транзакцию. Также у меня будет кошелек на компьютере мой Metamask и также будет другой Metamask на моем телефоне. То есть у меня будет 3 девайса, с которых мне нужно подтвердить транзакцию, чтобы какие-то средства, либо даже и нефтишки ушли с моего хранилища. Я все свои средства буду хранить внутри хранилища. Это достаточно интересно, потому что, допустим, если вы потеряете телефон, если вы потеряете ноутбук, если ваш ноутбук взломают и злоумышленник получит доступ к вашим файлам, к вашему Metamask, то он не сможет ничего вывести с него, именно с Gnosis, потому что все будет храниться в этом хранилище. И для подтверждения нужен будет ваш Ledger и ваш телефон. Также, что еще рекомендую делать вот внизу, видите? У вас отмечено, что вы пока что хотите, чтобы было одно подтверждение из трех для транзакции, для проведения транзакции. Можно выбрать три, то есть вам необходимо три подтверждения из трех, чтобы ваша транзакция прошла. Но что я рекомендую? Я рекомендую выбирать на всякий случай, ну, к примеру, два из трех. Почему? Потому что, ну, не дай бог, не знаю, телефон у вас утонет, не знаю, телефон потеряется, или сломается, и вы просто не сможете разбережаться своими средствами. И поэтому всегда лучше иметь, к примеру, три-четыре кошелька для подтверждения, но минимум, который вам нужно подтверждать, он должен быть на один меньше. То есть непосредственно один кошелек должен быть про запас. На случай, если что-то случится, да, из этих четырех кошельков, то вы из трех всегда сможете подтвердить. Вот в данном случае давайте выберем два из трех. То есть у меня первый кошелек, это кошелек на компьютере, допустим, второй кошелек, это кошелек телефон, и третий кошелек, это кошелек леджера. То есть для совершения транзакции я должен два этих кошелька как-то использовать, именно подтвердить транзакции, чтобы средства ушли с моего сейфа в нос. Поехали дальше. Вот у нас описание нашего сейфа, то есть три адреса, и вот тут описание, что два из трех оунера должны подтвердить транзакцию, чтобы она прошла. Создаем. Сейчас мы будем оплачивать небольшой газ в BIMBY. Да, практически он копеечный. Подтвердение у нас уже идет, уже идет создание хранилища. Все, смотрите, хранилище у нас создано. Давайте теперь попробуем что-то отправить на данное хранилище. У нас у хранилища есть список, вот наши эсси, это сейчас у нас вообще хранилище пустое, поэтому давайте на него отправим что-нибудь. К примеру, возьмем и сейчас на него закинем с нашего метамаска какую-нибудь сумму в BIMBY. К примеру, вот берем небольшую сумму и отправляем ее на наше хранилище. Все, мы получили небольшую сумму в BIMBY. Давайте теперь ее попробуем вывести, только будем выводить на тот кошелек, который не включен в хранилище, то есть на какой-то отдельный кошелек. Вот у меня есть четвертый метамаск, вот он, сейчас я к нему подключусь, и выведем с хранилища эти средства на как раз на метамаск, отдельный, который был специально создан для тестирования. Вот это отдельный метамаск, допустим, мы будем управлять полностью всю сумму. Управляем. Видим то, что у нас пошло первое подтверждение, и самое интересное, что мы тут платим нулевой газ. То есть мы будем платить газ всего один раз, а в остальных подтверждениях газа вообще никакого не будет, то есть остальные подтверждения, они пустые. Да, видите, смотрите, вот мы уже подтвердили, подтвердили один из двух, confirmation one of two. Теперь выбираем сейчас тут другой кошелек. Если бы мы делали это, допустим, через кошелек на компьютере или на телефоне, мы бы уже на телефоне подтверждали. Сейчас я буду подтверждать, конечно, на компьютере, потому что эти кошельки у меня для удобства вбиты в моем же браузере. Вот тут подтверждаем транзакцию. Еще раз повторюсь, что если бы вы создавали, допустим, на телефоне отдельный кошелек и выносили его в Gnosis Safe, то вам нужно было с телефона зайти в Gnosis Safe через их приложение и подтвердить в своем телефоне эту транзакцию. Сейчас я для удобства подтверждаю это в браузере Brave. Все, первое подтверждение есть. А, уже два подтверждения было точно. Я же сначала подтвердил с первого кошелька, который у меня основной, и с этого. Вот видите, у нас в хранилище все вышло и отправилось на наш четвертый кошелек. То есть два из трех подтверждений было достаточно. И на четвертый кошелек у нас-то всего выбилось. Вот, да, четвертый кошелек. У нас, вот видите, есть балансный 3BnB. То есть наш сейф состоял из этих кошельков. Я подтвердил на первом кошельке и потом подтвердил на втором кошельке. И получается, двух опробов из трех платило на то, чтобы вывести необходимую сумму. Теперь давайте я расскажу вам еще про другие плюшки, которые есть внутри кошелька. Смотрите, вот тут у нас есть WalletConnect. Для чего он используется? Если вы хотите подключить, допустим, WalletConnect к какой-то децентрализованной аппе, то вот тут есть конкретная инструкция. То есть, к примеру, вам не нужно, если вы хотите провести какую-то транзакцию на Uniswap, вам не нужно выводить хранилище деньги и смены кошелек, потом уже переходить на Uniswap, из того кошелька торговать, потом там что-то купив, заносить это все обратно на сейф. Вы можете просто подключить через, используя WalletConnect, ваш сейф напрямую к Uniswap или к Pancake, к примеру. Совершить транзакцию и все. То есть, не нужно перекидывать деньги 10 раз с одного места в другое. Это то, что касается плюшек. И еще есть прикольная штука, это вот Use Transaction Builder. То есть, в Transaction Builder вы можете написать сразу же список транзакций, которые необходимо опробовать. То есть, чтобы, к примеру, у вас есть там 10 транзакций, которые вы хотите совершить. И чтобы 10 раз не подтверждать эти транзакции, вы можете их запихнуть в один опроб. То есть, вы напишите эти транзакции все списком. Но это как мультисайнер реально. То есть, это может быть как Dispers, к примеру. Да, вы хотите сделать 10 транзакций, и вы их можете сразу же подписать одной подписью, чтобы там 10 раз не дергать всех членов DAO, либо просто 10 раз не включать свой телефон, не доставать свой леджер, чтобы подтвердить 10 транзакций. А все сделать через одну транзакцию. Тоже достаточно удобно, и это интересно. Ну, тут еще есть какие-то Save Apps дополнительные. Вот Dodo, Zodiac. Ну, тоже прикольно. Можно посидеть, разобраться. Вот тут также есть список АП-к. Дополнительных, вот, которых вы можете интегрировать как раз в ваш Gnosis. Что хочу сказать? То есть, у меня функционал Gnosis Safe, он меня очень порадовал. То есть, для меня это такая вещь, которая максимально удобна. То есть, к примеру, у вас есть там два телефона и ноутбук. И вы можете на двух телефонов своих поставить себе метамаски, создать кошельки и на ноутбуке сделать кошелек, запихнуть их всех в один сейф и подтверждать. То есть, это комфортнее, допустим, чем использовать Ledger. То есть, Ledger у вас может быть для какого-то долгосрочного хранения. А для быстрых транзакций вы все равно хотите, чтобы ваши средства были в безопасности. Gnosis — это очень хорошее решение, чтобы ваши средства были в безопасности. На мой взгляд, это максимально удобно и надежно. То есть, это удобнее, чем доставать Ledger, развивать какие-то пин-коды. Но при этом это безопасно. Это реально безопасно и функционально. Думаю, Gnosis еще будет очень хорошо развиваться. У них есть, я думаю, фишки, которые могут доработать. И ребята, которые стоят за Gnosis, они реально вызывают уважение. И потому что продукт разрабатывается саж 2016 года. И они активно выбирают команду. Думаю, что мы еще много различных плюшек по безопасности увидим от них. Поэтому, ребята, давайте вместе используем Gnosis. Это очень хорошее функциональное приложение, которое действительно помогает ваше средство сохранить от каких-то фишинговых ссылок, от злого компьютера, от кража телефона, от кража компьютера, от кража вашего iPad. От кража всего помогает сохранить реально Gnosis. И это очень функционально. Вам не нужно что-то с собой таскать. Это все у вас в телефоне либо в ноутбуке, потому что у них есть как для ноутбука, так и для телефона. И также у них есть веб-версия, в которой мы сейчас находимся. Но я могу спокойно искать себе Gnosis Save напрямую на свой рабочий стол и его использовать через рабочий стол, не подключаясь к веб-версии. Если вы хотите спать спокойно, то используйте лучше Gnosis Save. Если вдруг у вас был какой-то неприятный опыт взлома, то обязательно делитесь им в комментариях, думаю, это многим будет полезно. Если вам понравилось данное видео, то ставьте лайк. Меня, правда, очень сильно мотивирует ваша обратная связь. Всем спасибо за внимание. Всем профита. Удачи. Пока.